Пойдем далее. Следующий эпизод. Румар, раду и Аллаху, рассказывает. Однажды посланник Аллаха, саллиллаху али-васаляма, попросил пожертвовать на богоугодное дело. В то время я обладал кое-каким состоянием. Я подумал, Аббакр всегда превосходил меня, расходуя на пути Аллаха больше, чем я мог. По воле Аллаха, на этот раз я превзойду его. Потому что именно сейчас у меня, я обладаю кое-каким имуществом, с состоянием и могу им распорядиться. С такими мыслями счастливый я отправился домой и разделил все свое состояние на две абсолютно равные части. Одну половину я оставил для своей семьи, а с другой пришел к посланнику Аллаха, саллиллаху али-васаляма. Он, саллиллаху али-васаляма, поприветствовал меня и спросил, оставил ли ты что-нибудь для своей семьи, о Умар? На что я ответил, да, у посланника Аллаха. Посланник Аллаха спросил, и сколько же? Я ответил, ровно половину у посланника Аллаха. Через некоторое время Абу-Бакр пришел со своей поклажей. Оказалось, что он принес все свое имущество, все, чем он владел, все свои хранения, все, что он откладывал, со всем этим он пришел к посланнику Аллаха. И я слышал, как посланник Аллаха спросил его, что ты оставил для своей семьи, о Абу-Бакр? Абу-Бакр ответил, я оставил им Аллаха и его посланника. И в этот день Умар решил, что больше никогда не будет пытаться опередить или превзойти Абу-Бакр, рады Аллаху ам. И эта история, конечно же, находит одобрение в Куране. Аллах в Куране говорит, сурь Аль-Маида, и вы старайтесь превзойти друг друга в благих деяниях. И как мы видим, подобное стремление произойти друг друга в благих делах может только приветствоваться. И пусть Всевышний Аллах воздаст этим смотвижникам за их великодушие.